Сначала мы с вами рассмотрим такой тип данных, как массивы, которые похожи на списки, но все же отличаются. И рассмотрим создание массивов с помощью модуля Array и с помощью NumPy. И далее перейдем к библиотеке Pandas, которая предназначена для работы с табличными данными. Итак, что же подразумевается под массивом? Под массивом подразумевается структура данных, в которых обязательно хранятся значения только одного типа. В этом принципиальное отличие между списками и массивами. В списках, насколько вы помните, могут содержаться элементы различных типов. То есть в списке у нас может быть целое число, далее в этом же списке может быть строка и так далее. В массиве такое невозможно. В массиве все элементы одного типа. И в каких случаях массивы более предпочтительны, чем списки? Здесь стоит упомянуть, что списки являются встроенным типом данных в питоне, а массивы нет. Поэтому использование массивов должно быть оправдано. И в каких случаях использование массивов предпочтительнее, чем использование списков? Первый случай – это когда мы работаем с однородными данными. То есть когда у нас нет необходимости хранить в массиве значения различных типов. В этом случае массив будет подходящим вариантом. И кроме того, массивы удобны для выполнения математических операций. То есть массивы – основной тип данных в математических расчетах. Когда нам нужно работать с матрицами, тензорами. Тензор – это такой многомерный объект, который у вас еще будет. То есть в математических вычислениях массивы необходимы. И как можно в питоне работать с массивами? Есть модуль array, который нужно импортировать перед тем, как работать с массивами. И есть модуль numpy. Как создается с помощью модуля array массив? Мы присваиваем некоторые значения объекту. Далее это variable name. Далее у нас знак присваивания. То есть мы создаем объект. Типа array. Далее в качестве аргументов передаем type code. Type code – это тип элементов массива. То есть мы можем создать массив, например, содержащий только целые числа. Или же мы можем создать массив, содержащий комплексные числа. Вторым аргументом идут элементы массива. То есть те объекты, которые будут вместо элементов массива. Можно создать пустой массив. Для этого достаточно указать только один аргумент – это type code. Таким образом мы создадим пустой массив, не содержащий ни одного элемента. В табличке, возможно, она не всем хорошо видна, но в LMS будет приложена презентация. Есть название параметра type code, который type code принимает в зависимости от того, о элементах какого типа мы хотим добавить в массив. Здесь видно, есть тип int, есть символьный тип char, есть беззнаковые целые числа и так далее. Есть числа с плавающей запятой, и так далее. Комплексные числа. В третьем столбце вы можете увидеть соответствующий тип в питоне. Видно, что для, например, assigned and center в питоне один тип int соответствует. И в последнем столбце размер в байтах соответствующего типа. То есть только байт будет занимать элемент такого типа. Теперь переходим к модулю NumPy. Это более удобный и часто используемый вариант создания массивов. Эта библиотека NumPy создавалась для работы с многомерными массивами и матрицами. Также в этой библиотеке реализовано большое количество типоочистических функций для выполнения различных операций. И основной объект в NumPy это NumPy ndarray. И какие числовые типы есть в NumPy? В NumPy у нас 5 базовых числовых типов. Это булевые числа. Тип булл принимает значения 0 и 1. 0 соответствует значению false, то есть ложь. И 1 соответствует значению истина или true. Есть также целые числа. У них тип int. Безнаковые целые числа. Тип у int. Undefined int. Вещественные числа. То есть тип флота. Это числа с плавающей запятой. И комплексные числа. У них тип комплекс. Мы с вами будем в основном работать с типом int и plot. И теперь переходим к практической части. Если говорить о методах, которые есть для массивов, то они во многом повторяются с методами для списков. И это мы сейчас с вами увидим. Ну, давайте начнем с создания массивов. В первом случае я создаю массивы, используя модуль array. Я импортирую этот модуль под сокращенным названием mar. Передаю тип элементов массивов. И далее значение массива. То есть список из элементов массива. Видно, что создан список. Если мы сейчас применим функцию type к только что созданному массиву, то можем проверить тип этого объекта. И видим, что у нас создан массив array. Обращаться к элементам массива можно так же, как и к элементам списка. Например, чтобы получить последний элемент массива, мы можем воспользоваться отрицательной индексацией. То есть индекс минус 1 будет соответствовать последнему элементу массива. Так же, как и в списках. Давайте выведем последний, предпоследний и первый элемент. Или предпредпоследний элемент. Но так как элементов в списке у нас только 3, то предпредпоследний элемент и будет первым элементом. И видим, что элементы по заданным номерам нам выданы. Чтобы определить число элементов в массиве, мы можем воспользоваться функцией len, которая нам вернет длину массива. Теперь как можно перебирать элементы в массиве? Для этого можно воспользоваться циклом. То есть мы создали массив. А всем ли виден такой масштаб или лучше увеличить? Я как-то сразу не спросила. Давайте. Если что-то плохо видно или слышно, говорите, пожалуйста. Итак, мы создаем массив, используя модуль array. Далее в цикле мы итерируемся по элементам созданного в массиве. То есть переменная number у нас будет в цикле принимать значения сначала на первой итерации цикла первого элемента массива, потом на следующей итерации цикла второго. Переменная number будет равна второму элементу массива. И на последней итерации цикла переменная нам будет принимать значение 30, то есть равна последнему элементу массива. И мы в цикле на каждой итерации выводим значение элемента. Можно по-другому вывести элементы, но с тем же результатом. Мы можем воспользоваться объектом range и функцией len для того, чтобы проитерироваться по элементам массива. Для этого мы создаем объект range в диапазоне от 0 до длины массива. То есть количество значений в последовательности, которую возвращает range, будет равно числу элементов массива. И теперь, используя эту последовательность, мы обращаемся к индексам элементов массива. У нас индексация в питоне везде с 0, поэтому создав последовательность от 0 до длины массива минус 1, напомню, что в range верхняя граница не включается. И по умолчанию, если мы указываем только один аргумент, первым элементом последовательности будет 0. То есть range от длины массива нам вернет последовательности от 0 до длины массива минус 1 включительно. И мы на каждую из итераций выводим элемент массива с соответствующим индексом. То есть мы вывели все элементы массива с индексами от 0 до n минус 1. n у нас в данном случае 3, поэтому вывели значение элементов массива с индексами 0, 1 и 2. Итак, мы рассмотрели модуль array. Теперь переходим к модулю numpy. Это более удобный вариант создания массива с намного большими возможностями. И какие наиболее важные атрибуты есть у массивов в numpy? Мы можем вывести число измерений массива, то есть размерность массива. То есть число измерений по каждой из осей. Далее у нас есть атрибут shape, который возвращает размеры массива. Например, двумерный массив у нас будет иметь размеры n на m, где n – это число строк, а m – число строкцов. Далее у нас есть атрибут size, который возвращает количество элементов массива. И можно заметить, что количество элементов массива равно размерности массива. То есть если мы перемножим все значения, возвращаемые из shape, вот в случае у нас массив может быть многомерным, например, 10-мерным, это будет как раз значение количества элементов массива, то есть значение атрибута size. Далее у массива есть атрибут the type, который характеризует и тип элементов массива. И какие типы есть в numpy? У нас есть логический тип, символный тип int8, int16, int32, int64. Эти типы различаются количеством бит, отводимых для хранения числа. И как результат они могут хранить, использоваться для разного, для хранения чисел, целых чисел в различном диапазоне значений. То есть int256 различных хранений может хранить, int16 заметно больше, и больше всего int64. Аналогично с типами float. То есть когда вы определяете, какой тип должен быть у элементов массива, вам нужно подумать над тем, а какие значения будут в массиве. Может быть в массиве будут значения только от 0, например, до 100. Тогда для хранения таких значений будет достаточно int8. То есть 8 bit для хранения числа будет достаточно. И помимо встроенных типов, есть типы, можно определить свои собственные типы данных. Далее атрибут item size, который показывает размер каждого элемента массива в байтах. И атрибут, последний из атрибутов, это атрибут data. Это так называемый буфер, который содержит фактически элементы массива. Обычно этот атрибут используется нечасто. Проще обратиться к элементам массива через индексы. Итак, создадим массив из трех элементов. Я импортировала библиотеку numpy под сокращенным названием npm. И далее к этой библиотеке во всех последующих операциях обращаюсь под сокращенным названием. Создаю массив. Можно посмотреть, какой тип будет у переменной a. Видим, что типу это переменная numpy and dara. И давайте обратимся к атрибутам, которые только что рассмотрели. Обратимся к атрибутам числа измерений. И получим значение 1. У нас действительно массив одномерный, поэтому его размерность равна 1. Далее у нас атрибут, соответствующий форме массива. И форма у нас массива 3, запятая пропуск. Что это значит? Это значит, что у нас массив одномерный, то есть второй размерности у нас просто нет. А значение 1 в кортеже показывает количество элементов. То есть это значит, что у нас одномерный массив из трех элементов. Вот это размерность массива, то есть число измерений. То есть у нас массив может быть одномерный, последовательность чисел, как здесь. Может быть двумерный, матрица. Трехмерным и так далее. По количеству измерений у нас, в общем-то, ограничений нет. То есть размерность, она соответствует, можно так сказать, осям. Ну, понятно, что десятимерный массив сложно представить, но до трехмерного включительно можно размерности трактовать, как наличие осей x, y, z. Следующий атрибут, атрибут size, который показывает количество элементов. И у нас должно получиться три элемента. Так, не скопировалось. Действительно, выведено три элемента. Следующий атрибут. Для чего может потребоваться size, когда вы не хотите рассчитывать, например, через shape или каким-то другим образом количество элементов в массиве. И где-то, например, в цикле или для какой-то функции вам нужно знать, сколько же элементов в массиве. В этом случае атрибут size может пригодиться. Далее д-тайп. Посмотрим, какого типа у нас элементы массива. И видим, что тип у нас int32. То есть 32 бита отводится на хранение элементов созданного массива. И последний из, предпоследний, вернее, из атрибутов. Item size. Здесь у нас значение 4. И дата, атрибут data. Атрибут data нам вернул расположение, адрес массива. А теперь давайте создадим. Item size размер возвращает, то есть нас 4. бита каждый из элементов. То есть вот размер, item size возвращает размер каждого элемента массива, вернее, в байтах. Теперь создадим двумерный массив и посмотрим, как изменятся атрибуты. Посмотрим размерность массива B. Она уже равна 2. Но у нас мы видим, что массив двухмерный. Теперь атрибут shape. И здесь у нас уже вывелся кортеж из двух элементов. То есть у нас есть и первая, и вторая размерность. То есть размерности по х и по у. шейт нам означает размерность по х и по у. То есть у нас по х это строки. Можно провести аналогию со строками. Да, 2 строки. Значит, размерность 2. И 3 элемента во вложенных списках. Ну, пока мы не создали массив. То есть по три элемента в столбцах, поэтому тройка. Проверим число элементов. Шесть, как и есть на самом деле. Теперь, как создавать массивы с элементами заданного типа. Мы с вами создавали массивы с элементами произвольного типа. Ну, точнее, с типом по умолчанию. А как же создавать массивы таким образом, чтобы элементы были заданного типа? Для этого есть параметр D-Type. Например, мы можем создать тип int. мы можем создать массив из элементов с типом int8. То есть 8 бит у нас будет отводиться на хранение одного значения. И посмотрим на атрибут D-Type у нас созданного массива. И уже если ранее для этого массива у нас выводилось значение для массива с такими же значениями выводилось значение int32 32 она использовалась по умолчанию так как мы не указали тип в примере выше то когда мы указали тип int8 то есть мы создали массив элементы которого int8 то атрибут D-Type нам вернул уже int8 то есть мы создали массив из элементов такого типа. Можно, например, создать массив из комплексных чисел и теперь переходим к срезам срезы в массивах создаются аналогично как в списках и давайте увеличим массив на несколько элементов мы сделали срезы всех элементов до второго не включительно то есть у нас попали элементы с индексами 0 и 1 это элементы 10 и 20 срезы работают так же задаются так же как и в списках срезы с массивами напомню как вывести как сделать срез элементов массива с некоторого значения с некоторого номера и далее до всех элементов списка если я, например, сделаю срез с первого элемента ну вернее массива с индексом 1 то есть со второго элемента то получу и до конца массива то получу срез состоящий из значений 20 30 40 50 а если я в срезе укажу индекс больше чем индекс последнего элемента в массиве то получу пустой список ой пустой массив так как в такой срез ни один из элементов не попали у нас в массивах так же как и в списках есть отрицательная индексация то есть мы можем например сказать что хотим получить срез из массива в котором будут все элементы кроме последнего это можно легко сделать воспользовавшись отрицательной индексации то есть двоеточие минус 1 означает что мы берем все элементы до последнего то есть последний элемент мы в срез не хотим добавлять все элементы можно получить указав два двоеточия это вариант создания среза равного исходному массиву и поменять порядок следования элементов в массиве можно используя срез как и в списках и теперь возникает вопрос мы сделали срезы создавали массивы возникает вопрос а можно ли если можно то как менять значение элементов массива менять значение элементов массива Можно. Массивы являются, как и списки, изменяемым типом данных. И значения меняются аналогично спискам. То есть мы указываем индекс элемента массива, который хотим изменить. Если у нас массив одномерный, то нам достаточно указать один индекс. А если же, например, у нас список будет двумерным, например, скопируем массив B, создадим его, то выведем и поменяем значение, допустим, элемента с индексами 0,1 на значение 100. У нас первый индекс соответствует, если массив двумерный номеру строки, второй индекс соответствует номеру столбца в массиве. То есть, ну или другими словами, первый индекс это номер по х, второй индекс по у. И посмотрим, как поменялся массив. Видим, что у нас изменилось значение элемента в первой строке и в втором столбце, как мы и планировали. Если массив большей размерности, то, например, размерности 3, то нужно будет указывать 3 индекса. То есть, изменение значений в массиве можно проводить, используя обращение по индексу. Теперь про добавление нового значения в массив. К массивам применим метод append, как и в случае списков. И давайте создадим... Сначала, наверное, выведу до изменений массив. И напишу, что это массив до добавления элементов. Добавление нового элемента. Массив после добавления нового элемента. Итак, видим, что до применения метода append к массиву у нас массив состоял из 5 элементов. Это 40, 20, 30 и 2 раза 40. После применения метода append мы добавили еще один элемент в конец массива. Если, например, здесь сделаем 4 тысячи, вот у нас добавился к текущей версии массива еще один элемент. Теперь про удаление значения из массива. Для этого есть метод remove. Создадим массив 10, 20, 30 и удалим элемент со значением 10. Удаление с помощью метода remove происходит по значению элемента, не по индексу. То есть, например, если я здесь укажу значение элемента, которого нету в массиве, то получу исключение типа value error, которое говорит нам о том, что удаляемый элемент в массиве отсутствует. Поэтому, работая с этим методом, нужно помнить о том, что в случае, если элемента, который мы удаляем в массиве нет, возникнет исключения. И нужно либо обрабатывать исключение, либо использовать другие варианты удаления элементов, которые не вызовут исключение. И теперь переходим. Да, есть ли какие-то вопросы? Потому что сейчас мы перейдем к табличным данным. Рассмотренные нами только что массивы являются идеальным вариантом для выполнения математических операций, для хранения многомерных данных. Но вот для хранения табличных данных более подходящим инструментом является Pandas. То есть Pandas – это библиотека, которая заточена под работу с табличными данными, то есть данными, которые представимы в виде таблицы. И сначала немного истории. Своё начало библиотека Pandas берёт с 2008 года, когда эта библиотека появилась в качестве разработки Маккини из AQR Capital Management. Далее, в 2012 году к разработке присоединились ещё участники. И в настоящее время библиотека Pandas, название библиотеки Pandas расшифровывается как Panel Data CRS. Эта библиотека популярна и используется для работы с табличными данными и, в частности, для работы с моделями машинного обучения, когда нужно подготовить данные проанализе и проанализировать их. И давайте поговорим про то, какие типы данных есть в Pandas. На слайде вы видите сравнение типов данных в Pandas, Python и NumPy. У Pandas есть такой интересный тип Object, который самый ресурсоёмкий, то есть на хранение в типе Object требуется больше всего оперативной памяти ресурсов, но этот тип позволяет одновременно хранить в одном столбце значения различных типов, например, строку, логический тип, целые числа. То есть в Python эквивалентом типа Object из Pandas является смесь типов, ну или строковый тип, можно так представить, как строку, в NumPy смешатся с эквивалентно смешанным типом, в Pandas int64 используется для, в основном, для хранения целых чисел, в Python это int, а в NumPy это большое количество в различных типов intов. Такой тип используется для хранения целых чисел. Далее логический тип, но он везде, только под многоразными названиями, в NumPy появляется знак подчеркивания, значение True-False хранится в логическом типе. Далее, в Pandas есть dateTime64, это тип, с которым мы уже знакомились на одной из лекций, позволяет хранить дату и время какого-то события. в Python это dateTime, просто без 64, и в NumPy dateTime64. В принципе, на отличиях мы не будем останавливаться, они нам не потребуются. То есть в dateTime у нас используется такой тип для тех случаев, когда нам нужно хранить значения и даты, и времени. Далее есть в Pandas тип TimeDelta. Этот тип хранит разность между двумя датами, между двумя dateTime. В Python и NumPy такого типа данных нет. И в Pandas есть еще один тип данных, отсутствующий в Python и в NumPy. Это категориальный тип. В чем отличие между категориальным и типом object? Между типом object и категория. Казалось бы, и там, и там, по сути, текстовый тип. Но категориальный тип, категория, используется в случае, когда у нас ограниченное число текстовых значений. Object же можно использовать во всех случаях. И какие преимущества у библиотеки Pandas? Основным объектом в этой библиотеке является Pandas DataFrame. Под DataFrame подразумевается табличка, то есть набор строк и столбцов, которые мы получаем, загрузая в Pandas, например, данные из CSV-файла. Столбцы в этой табличке у нас будут соответствовать Pandas DataSeries. Это тоже составная часть DataFrame. То есть вся табличка называется DataFrame в Pandas, а столбцы отдельные DataSeries. Какие возможности предлагает библиотека Pandas? В этой библиотеке большое количество инструментов для обмена данными между различными структурами в памяти и файлами различных форматов. То есть используя Pandas можно загружать данные из CSV-файла, из Excel-а, из JSON-а, из текстовых файлов и многих других форматов. Есть методы, инструменты для объединения таблиц. Это join-ы. Например, join-ы мы не знаю, затронем или нет, мы можем объединять таблицы по определенным условиям. Например, брать в таблицу все строки из первой и из второй таблицы. Это будет внешний join. И есть еще ряд других join-ов, внутренний, левый, правый. Суть join-ов получить, используя две или более таблиц новую таблицу с нужными данными путем объединения исходных таблиц. Есть сводные таблицы в пандасе. В сводных таблицах мы выполняем какую-то группировку и рассчитываем агрегатные функции. Агрегатные функции это, например, расчет суммы среднего, то есть расчет тех значений, которые мы вычисляем, используя некоторый набор строк таблиц, некоторых набор значений в строках таблицы. Например, у нас есть данные по оценкам студентов различных групп. Мы можем сгруппировать студентов по группам и рассчитать такие агрегатные функции, как средняя оценка, сумма всех полученных оценок, медианное значение, напомню, медиана это середина отсортированного массива, то есть значение, то есть если мы говорим о значении медиальной, то меньше и больше этого значения одинаковое число элементов. Далее в пандасе большое количество способов создать срез данных. Есть возможность изменения таблицы, то есть это переименование названия столбцов, вставка и удаление столбцов строк, далее слияние объединения наборов данных, есть также иерархическое индексирование, в чем оно заключается, в некоторых случаях нам может быть недостаточно одного индекса, здесь я в пандасе под индексом подразумевается уникальный идентификатор строки в таблице, и бывают ситуации, когда нам нужно использовать сложный индекс, то есть уникальным идентификатором будет выступать не один столбец, например, ID студента, а два, например, ID студента и дата рождения. В случае, когда у нас получилось, что ID есть повторяющийся, к примеру. И пандас также является удобным инструментом для работы с временными рядами, то есть временные ряды это измерения, происходящие в то есть записи измерений с определенным интервалом времени в заданной последовательности, то есть при работе с временными рядами у нас важна временная составляющаяся, другими словами последовательность строк в таблице. И в случае с временными рядами пандас позволяет формировать временные периоды, изменять интервалы и множество других полезных функций позволяет выполнить. И теперь переходим к практической части. Мы с вами будем рассматривать работу с пандасом на примере датасета по недвижимости. Я импортирую библиотеку пандас под сокращенное название, чтобы каждый раз не писать пандас, а использовать короткое название. и загружаю датафрейм. Как загружать датафрейм? У меня есть CSV файл. Что это за такой формат для тех, кто с ним не сталкивался? В CSV формате у нас используется хранение данных в файле построчно и значения в табцах разделены заданным разделителем. Обычно это запятая. Разделитель после строк не ставится. Переход на новую строку соответствует переносу каретки на новую строку. Так выглядит CSV файл. То есть для того, чтобы загрузить данные из CSV файла нам нужно указать путь к файлу. В моем случае CSV файл лежит в той же директории, в которой запущен ноутбук, поэтому я путь не указываю, указываю только название файла. То есть первый аргумент функции read CSV и обязательный это путь к файлу. Путь, полный путь и название файла. Далее у нас есть опция теп, которая показывает, какой разделитель мы используем при загрузке. мы видели, что разделителем значений по столбцам является запятая. Но давайте поставим точку с запятой, загрузим данные, данные успешно загрузились, никакого сообщения об ошибке у нас не появилось, и просмотрим данные. в пандасе есть функция head, которая выводит n первых строк data frame. Мы вывели первых пять строк, и что мы видим? Мы видим, что у нас дата данных загрузились как один столбец, то есть у нас произошла некорректная загрузка данных из-за того, что мы указали не тот разделитель. При загрузке пандас не увидел требуемого разделителя эта точка запятой, все значения, которые располагаются в строках, он воспринял как один столбец. Чтобы этого избежать, мы в качестве разделителя указываем тот разделитель, который у нас используется, это запятая. И вот уже данные выглядят намного лучше. У нас получилась табличка из столбцов и строк. Какие еще есть методы для просмотра записи в загруженном датафрейме? У нас есть метод tail, который выводит заданное число последних строк датафрейма. И вот мы по индексам видим, что у нас выявились последние строки. Далее у нас есть метод sample, который выводит N случайно выбранных строк датафрейма. Запускаем, видим, что выявили строки с индексами 19501, 4817, 1011, и тогда, и еще две строки. tail выводит последние строки в том количестве, в котором мы указали. То есть мы указали четыре в качестве аргумента этой функции, четыре последних строки нам и выведены. Теперь перезапускаем sample, обращая внимание на те строки, которые выведены, перезапускаем, и вот выведены уже другие строки, но все в том же количестве. То есть при перезапуске sample выводит каждый раз n случайно выбранных строк. А если мы хотим добиться воспроизводимости результатов при перезапуске кода, то нам нужно зафиксировать random state т. в этом случае у нас по-прежнему random state можно указывать любое значение. Это значение будет использовано в генераторе случайных чисел, и тогда при каждом запуске кода у нас строки выбираются случайно, но каждый раз этот результат воспроизводим. то есть случайно выбранные строки будут одинаковы при каждом запуске. То есть случайность мы задаем как раз присваивая как конкретное значение параметру random state. Видим, что при перезапусках у нас выведенные строки не поменялись. Далее какие полезные методы есть в пандасе. У нас есть метод info, который выводит общую информацию о датафрейме. Здесь мы видим первой строкой указывается класс, к которому относится объект датафрейм. Это пандас датафрейм. Далее у нас указано количество значений табли в датафрейме и их индексы. То есть у нас 60 20640 строк в датафрейме. После этого идет список столбцов или колонок датафрейма. Для каждой колонки выведено количество ненулевых значений нон-нал. Под ненулевыми подразумевается значение отличное от нон-нан-н то есть и инфа. То есть это не значения равные целому числу ноль. Это именно заполненные значения. И тип для каждого столбца. Здесь мы видим, что у всех столбцов за исключением двух последних тип float. У последнего motion proximity тип object и у ID тип int. Предпоследней строчкой dtypes выводится список типов данных, которые у нас в датафрейме и в скобочках количество столбцов того или нового типа. И мы видим, что у нас 9 столбцов типа plot 64, 1 столбец int64 и 1 столбец имеет тип object. И в завершении выводится занимаемая датасетом оперативная память. У нас датасет 1,7 мегабайта занимает. Теперь как можно поменять тип у столбцов. Ну, допустим, допустим, посмотрим на столбцы total rooms и total bedrooms. Видим, что они скорее всего принимают только целые значения. и по смыслу у нас странно было бы, если бы число комнат было дробным. То есть это столбцы, которые можно привести к типу int. И давайте это сделаем. Для этого в пандасе есть функция s-type. Укажем тип int и снова выведем общую информацию о dataframe. Видим, что тип поменялся на int32. теперь аналогично поменяем тип у еще одного столбца, который соответствует количеству комнат. так, у нас возникло исключение из-за того, что в этом столбце есть наны. неопределенные значения. А как можно от них избавиться? У нас есть в пандасе функция drop and on. И мы можем просто отбросить все неопределенные значения. можно теперь проверить размер dataframe. И количество строк сократилось. А в данном случае мы не проверяем, можем ли мы отбрасывать данные, не можем. Но когда проводится анализ данных, подготовятся данные для использования, для дальнейшего использования при построении модели машинного обучения, нужно проверять, с чем связаны пропуски, можно ли их заполнить и только потом отбрасывать. Но мы с вами это поделать не будем. У нас цель познакомиться с библиотекой пандас. Поэтому мы отбрасываем все наны. У нас датасет немножко сократился. Можно кстати посмотреть насколько давайте присвоим здесь название dfnew перезапустим загрузку данных, потому что мы исходную версию data frame уже перезаписали. и вот у нас удалено 1488 строки. Далее мы будем работать с новым датасетом, где значение на надпрошли. окно. Здесь некоторое предупреждение, говорящее о том, что желательно использовать .log для создания срезов. . Какие еще столбцы можно поменять? можно поменять . . . . Да, скорее всего их тоже можно привести к типу int. И давайте это сделаем. И посмотрим, как после проведенных изменений изменился размер data frame. . 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это еще один метод, который вводит общую информацию о DataFrame, но эта общая информация касается статистик, рассчитанных для DataFrame. Что подразумевается под статистиками? Под статистиками подразумевается количество заполненных значений, это count, среднее значение рассчитанное в разрезе столбцов, далее стандартное отклонение, минимум, максимум и перцентиль. 25-й, 50-й и 75-й перцентиль. Напомню, 25-й перцентиль это то значение, которое не превышает 25% данных. Это то же самое, что, например, 0,25-й квартиль или 1-й квартиль. 50-й перцентиль то же самое, что 2-й квартиль или 0,5-й квартиль или медиана. Это все одно и то же. Это значение, которое не превышает 50% данных. Ну, то есть середина отсортированной последовательности. И 75-й перцентиль это значение, которое не превышает 75% данных. Какую информацию мы можем извлечь из этой таблицы? Мы можем просмотреть данные на корректность. Например, проверить широты расположения домов. Долготу и широту расположения домов, а соответствуют ли они географические координаты тем географическим координатам, которые ожидаются. Исходя из того, какие объекты, с какой локации собраны в датасете. Мы можем проверить наличие аномальных значений. Например, если бы у нас в Housing Median Age были отрицательные значения, то это было бы странно, что у возраста дома появились отрицательные значения. Это был бы повод для обработки этих аномалий в данных. Так же, как и с количеством комнат, отрицательное не может быть. То есть мы можем использовать метод Describe, проверить данные на корректность. И аналогично, максимальное значение проверяем, насколько оно по каждому из столбцов правдоподобно. Еще можно сравнить медианное и среднее значения. И здесь нужно вспомнить про свойства нормального распределения. А именно, что в нормальном распределении медиана, среднее значение и мода, они равны. То есть мы можем оценить, только посмотрев на статистики, рассчитанные методом Describe, чтобы оценить, есть ли шанс, что у нас распределение признака близко к нормальному или нет. Сравнив среднее значение и медианное значение. Теперь про срезы. Давайте, например, сделаем срез по долготе и широте. То есть мы хотим создать новый DataFrame, который будет содержать только два столбца из исходного DataFrame. Это долгота и широта тома. Сделать это можно, указав список толпцов, которые мы хотим увидеть в новом срезе. Выводим, например, первые три строчки DataFrame и видим, что у нас DataFrame сократился до двух столбцов. Это один из вариантов создать срез по столбцам. А теперь, если мы хотим выбрать записи по определенным условиям. Например, хотим выбрать те дома, у которых количество комнат больше, допустим, десяти. Для этого мы можем использовать логическая индексация. То есть указываем, что мы хотим наложить. И выбрать по условию на пробец TotalRooms записи из таблицы. И TotalRooms мы хотим взять меньше тысячи и больше ввести. Да, мы получили ошибку. Потому что я здесь обращаюсь к DataFrame DFNew, а уже был ранее переопределен как срез, состоящий только из двух столбцов. Поэтому, когда мы обратились к столбцу TotalRooms в DataFrame DFNew, этого столбца уже в этом DataFrame нет. Об этом, собственно, нам Pandas и говорит. Обращаемся к предыдущей версии, где у нас еще есть значение «Онан». И вот мы получили срез. У этого среза можно найти количество строк. Оно, в принципе, вывелось. Но другой вариант вернуть количество строк в срезе – это воспользоваться функцией len. Она в Pandas также применима, как и в питоне, к спискам и к массивам. Давайте, наверное, подробнее рассмотрим, как работает это выражение. Это называется логическое индексирование, логическая индексация выражения. В первой скобке нам возвращает значение true или false в зависимости от того, верно ли условие, что TotalRooms для соответствующей строки меньше 1000 или нет. То есть для каждой строки DataFrame мы получаем true или false в зависимости от того, верно ли условие или нет, которое мы проверяем. Аналогично true или false возвращает второе выражение. Далее у нас логическое i, знак амперсанда. То есть мы возвращаем значение true, только если оба условия выполнены. Здесь получаем тоже последовательность true или false для каждой строки. И накладываем эту последовательность на DataFrame. Если на строку DataFrame попадает значение true, то эта строка включается в срез. Если же значение false, то эта строка в срез не включается. Так работает логическое индексирование в пандасе. Помимо условия i мы можем взять условия или. Это вертикальная черта. Видно, что условия уже поменялись. И количество строк в среде у нас тоже поменяется. Если мы изменим условия, у нас понятно, при замене логического и на логическое или количество строк в срезе увеличивается. Это мы и видим. Все строки попали в DataFrame. Потому что для всех строк, если мы поставим такие условия, выполнено либо значение меньше тысячи, либо больше десяти. Можно делать срезы по индексу. Для этого в пандасе есть iLog. По индексу, используя номера индексов. Например, мы хотим вывести первую строку DataFrame. Для этого мы воспользуемся iLog с указанием требуемого индексом. Если нам нужно вывести первую строку DataFrame, мы используем iLog 0. Если мы хотим вывести, например, десятую строку DataFrame, мы используем индекс 10. Можно просмотреть заданные строки или выполнить с ними какие-то преобразования, если требуется. Теперь про расчет. Давайте средних значений. Мы с вами видели расчет с помощью метода describe, статистик DataFrame. Но если нужно использовать рассчитанные значения, например, средние или медианы в коде, то такой вариант использования таблицы describe не очень удобен. Намного удобнее применить соответствующую функцию и вернуть значение среднего, например, или какой-то другой величины. И, допустим, мы хотим рассчитать среднее по столбцу количества комнат. Для этого мы применяем функцию min к требуемому столбцу. Если мы применим функцию min для расчета среднего ко всему DataFrame, то получим расчет среднего значения по всем столбцам. Для всех столбцов нам рассчиталось среднее. Даже для тех столбцов, для которых среднее не очень-то применимо. Это, например, уникальный индексификатор дома. Да, поэтому здесь надо было еще типу ID поменять на категориальный. Это мы рассчитали среднее значение. Теперь как рассчитать, например, моду? Мода, напомню, это наиболее часто встречающееся значение. И медиан. Опечатка. Итак, медианное значение. И мода. Мода, в отличие от медиана функции min и median, то есть расчет среднего медиана, возвращает нам два значения, а не одно. То есть это порядок моды и значение моды. Когда вы, например, будете заполнять пропуски в данных, то или каким-то образом вам нужно будет сохранить именно значение моды, то нужно будет обратиться к именно значению. Для этого мы обращаемся к нулевому индексу, значение, которое возвращает функция расчета моды. И тогда получаем одно число, которое можно потом использовать. Давайте посмотрим, как теперь заполнять пропуски. В пандасе есть такая полезная функция, как fill in a, которая позволяет заполнить все неопределенные значения либо константой, либо каким-то рассчитанным значением, либо использовать data frame для заполнения пропусков, либо же использовать, например, предыдущие или последующие значения для заполнения неопределенных значений. В документации пандаса можно посмотреть подробнее, как работает эта функция, какие у нее есть параметры. Основные параметры это value, то есть значение, которое будет использоваться для заполнения пропусков, и есть также параметры метод, который соответствует тому, как мы будем заполнять пропуски. У fill in a есть метод pfill, ffill, который полезен в случае, когда у нас наблюдается связь между наблюдением, то есть мы пропущенные значения можем заполнить предыдущим или последующим значениями. Например, такой вариант заполнения пропусков подходит для временных рядов. Но в нашем случае у нас недвижимость, связи между наблюдением нет, поэтому для нас более подходящим будет заполнение пропусков, например, медианным значением или какой-то константой. Далее параметр in axis, который поступил по индексам или по номерам колонок, заполняет заполнение. Далее параметр in place, который принимает два значения, true или false. А если значение true, то мы вносим изменения в исходный data frame, то есть заполняем пропуски в исходном data frame. По умолчанию, если мы не указываем этот параметр, то изменение, которое мы совершаем с data frame, то есть заполнение пропусков, не применяется к исходному data frame. То есть нужно будет переопределить data frame или по тем же названиям, или по новым. Это были основные параметры. И давайте заменим все пропуски. Для этого я скопирую загрузку первоначальных данных. Для того, чтобы у нас снова были пропуски. Да, и мы не рассмотрели проверку на пропуске. Проверить на пропуске можно функция из NA. Она вернет значение true или false для каждой из ячейки data frame. Значение false, если заполнено, true, если пропуск. Но так подсчитывать количество пропусков не совсем удобно. Поэтому лучше применить суммирование пропусков по столбцам. И это уже более информативный показатель. Мы подсчитали количество пропусков по каждому из столбцов data frame. Теперь можем найти процент пропусков, так как он более показателен, потому что, когда мы смотрим и видим, что у нас, например, 207 или 599 пропусков, не очевидно, какая доля пропусков у нас в data frame. Поэтому процент пропуска будет более показательный, чем количество пропусков в штуках. И видим, что у нас в столбцах не более 5% пропусков. Это довольно неплохо. Мы такие пропуски, в общем-то, можем отбросить. Ну, или же заполнить. Давайте, например, заполним эти пропуски нулем. Я здесь добавляю точку с запятой для того, чтобы не было вывода data frame после преобразования, после заполнения всех пропусков нулем. Посмотрим на процент пропусков после выполнения. Видим, что количество не изменилось. И можно догадаться, почему. Мы применили заполнение пропусков, но метод fill-on-a, если мы не указали функцию inPlace равно true, не применять изменения к исходному data frame. То есть у нас будет возвращен data frame после применения изменений заполнения пропусков нулем. Собственно, мы видели возвращение этого data frame. Если уберем точку, точку с запятой, которая препятствует выводу. Поэтому для того, чтобы... Да, давайте, наверное, переопределим под новым названием df1. Это data frame заполнен пропусками. И почитаем количество пропусков в этом data frame. Видим, что пропусков не осталось. Так, мы заполнили константным значением. Давайте теперь заполним, например, средним значением пропуски. Так, ну тут предупреждение, касающиеся изменений в следующей версии. Так, мы проверяем... Так. Мы проверяем, как прошли изменения. Мы заполнили средним значением по каждому столбцу. Пропуски, например, столбцы house and median age, мы заполнили средним значением по этому столбцу и так далее. По остальным столбцам, где есть пропуски. И видим, что пропусков у нас не осталось. Итак, что еще? Да. Часто в данных бывают дубликаты. И при анализе данных их наличие нужно проверять. Для этого есть метод duplicated, который возвращает нам значение true или for в зависимости от того, строка является дубликатом или нет. Как мы можем проверять дубликаты? Мы можем искать дубликаты по всем столбцам. то есть строка будет являться дубликатом, если значение для двух и более строк в тета-фрейме по всем столбцам совпадает. То есть мы будем искать дубликаты по всем столбцам. Если мы хотим проверить, например, дубликаты только по колонке ID, то есть убедиться уникальный ли индикатор у всех столбцов или нет, то мы можем первый вариант делать срез и применить к нему метод duplicated. И второй вариант указать колонки, по которым мы хотим проверить наличие дубликатов. здесь другой аргумент. Да, сабсет. в аргументе сабсет мы указываем колонки, по которым мы хотим проверять дубликаты. И чтобы найти количество дубликатов, мы можем просто просуммировать true или выведенный true и false и получим, что у нас дубликатов нет. аналогично здесь, применим суммирование, увидим, что в нашем случае дубликатов нет. итак, подводя итог, сегодня мы с вами рассмотрели массивы, поговорили про их отличие и сходство со списками, напомню, массивы в отличие от списков содержат элементы одного типа, рассмотрели варианты создания массивов через модуль array и библиотеку numpy, и также познакомились с библиотекой pandas для работ с табличными данными. Есть ли какие-то вопросы? Если вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание. Спасибо.